Единственная у меня радость в жизни – еда. Ну, это не я так думаю, у меня много других, но для многих это действительно становится проблемой, потому что если ты испытываешь радость только от того, что ты можешь там умять, так сказать, бочонок с какими-нибудь сладостями, то мало радости в жизни. Почему нужно понимать, что это очень опасная штука? Ну, прежде всего, действительно, если мы набиваем желудок всякими разными вкусностями, у нас отключается симпатическая вегетативная нервосистема, включается пара симпатическая, и приходит расслабление, приходит приятное чувство такого внутреннего покоя, которое действительно является радостью. И я тут, как бы сказать, не могу с этим спорить. Другое дело, что выключить негативные эффекты симпатического отдела вегетативной нервосистемы можно и по-другому. Значит, второе – это то, что мы заедаем зачастую свои психологические проблемы таким образом. И мне кажется, что лучше, конечно, решить психологические проблемы, нежели заедать это избыточными калориями, и после этого, так сказать, печально смотреть на одежду, в которую вы не можете влезть. Ну и третья составляющая. Конечно, интерес и радость нашей жизни возникает в тот момент, когда у нас есть внутренний драйв. Но внутренний драйв на сытый желудок, к сожалению, редко работает. Проведено множество исследований, и креативность, и интерес возникают именно на голодный желудок. Поэтому, если вы уже попали в петлю, что только радуете себя избыточными объемами пищи, вы, по сути дела, лишаете себя возможности увидеть мир в новых красках, в полноте его и так далее. Поэтому бороться с этим привычным поведением есть избыточные объемы, избыточную калорийность, часто есть и так далее. Это первая задача. Сначала нужно перестать думать, что это ваша единственная радость, отвладить свое пищевое поведение, увидеть, что есть много других радостей, и потом получать подлинное удовольствие от вкуса продуктов. Потому что вкус продуктов – это, конечно, вещь замечательная, эволюция нас приготовила, у нас есть способность, так сказать, быть настоящими гурманами. Но когда мы едим по килограмму, понимаете, картофана, ну, гурманы из нас так себе. Поэтому меняем свое пищевое поведение, формируем здоровые привычки, ну и после этого уже думаем о радостях. И они не заставят себя ждать.